Голос здравого смысла Наш основатель этой программы Леон Вайнштейн Я надеюсь готов к нашему общению сегодняшнему Добрый день Леон Добрый день, здравствуйте, очень рад как всегда быть с вами и у вас Замечательно, и это все взаимно И мы очень рады, что у вас как обычно находится время на то, чтобы с нами пообщаться Ну и так как ваша программа называется Голос здравого смысла Давайте немножко внесем все-таки здравый смысл во все то, что происходит сегодня В отношении коронавируса, в отношении открытий городов Неоткрытий городов, прошу прощения Ну и так далее То есть, как разобраться во всем этом ажиотаже Ваше мнение, Леон Прошу вас Ну есть на самом деле два аспекта всего в том решении, которое надо принимать С точки зрения открытия и неоткрытия Это сказать разрешение людям работать Не разрешение людям работать Стерчаться, общаться и тому подобное Первое это здоровье Второе это прокорм семьи Возможность сейчас и в дальнейшем Каким-то образом, в общем, существовать на территории Соединенных Штатов Америки Потому что существование где угодно, кроме первобытного общества И сидения в тюрьме Предполагает, что у тебя есть какой-то доход И тебе хватает этого дохода для того, чтобы оплачивать квартиру Покупать еду и тому подобное Значит, вот давайте разберемся сначала Попробуем разобраться Мы не врачи, не статистики Не специалисты по эпидемиям и тому подобное Но у нас есть здравый смысл И мы попытаемся с этим здравым смыслом пооперировать чуть-чуть На основании того, что мы слышим, скажем, от специалистов Значит, здоровье Почему вообще надо было закрывать, как они говорят, страну То есть закрывать нас всех Нам говорили Правильный шаг, неправильный, это другое дело Почему нам говорили, надо все это закрыть Нам сообщили, что из-за того, что наши больницы Не подготовлены к массовой эпидемии Из-за этого мы должны сделать так Чтобы вирус не распространялся так быстро Потому что самое страшное Это когда одновременно заболевают десятки, сотни тысяч человек Они на улице, они рядом с больницей, они в коридорах А у нас, что называется, на наших глазах они умирают Нас пугали цифрами, которые пришли сначала из Лондона Из Imperial College Которые говорили, что, так сказать, 2,2 миллиона человек в Америке То есть порядка, так сказать, почти 0,75% всего населения США Умрет, если мы не примем вот такие вот меры В Англии 500 тысяч, а потом стало поступать сведения из Италии Что там просто мрут, как мухи Люди, что морги не справляются Что просто выкидывают ворвы и закапывают И тому подобное То есть психологически все были руководства страны И руководства штатов И, так сказать, мы сами, люди безумно перепуганы Чем-то страшным, неизвестным идет Да еще и может привести к тому, что полностью забьет наши больницы И вот когда нам нужно, наши врачи и больницы Не смогут догадать нам никакой помощи Поэтому мы все, значит, пошли и уселись по домам А до какого времени надо здесь Пока, значит, как нам объяснили Вот эта вот прямая, так сказать, ведущая вверх линия В графике, знаете, график, так сказать Есть там нижняя сторона, есть, так сказать Высота, есть нижняя сторона И вот когда в графике смотришь по дням Она начинает подниматься, вот эта кривая наверх Пока вот эта кривая не остановится И не станет, так сказать, за дня в день такой же Или даже снижаться Мы должны сидеть дома Значит, я до сих пор не понимаю логику в этом деле Хотя вроде с логикой у меня до того было нормально Но, допустим, так сказать, я не понимаю Умные люди понимают, так сказать Теперь, значит, прошло какое-то время Прошло меньше месяца Сейчас уже прошло, так сказать, значительно больше Чем, да, два месяца уже с нижней Прошло меньше месяца И всем стало понятно Что цифры, которые, стало понятно Вышел, так сказать, представитель лондонского этого самого колледжа И сказал, что они ошиблись И ошиблись они не на 3%, а они ошиблись в 25 раз То есть, кто-то там посчитал математическую модель Неправильно, и умрет не 2,3 миллиона человек в Америке А 200 тысяч Тоже очень много, да Но все-таки уже 200 тысяч А они, так сказать, в Америке Они в 25 раз по количеству заболевших они ошиблись Они сказали Значит, по количеству умерших в 10 раз Больше даже, 12 В Англии то же самое Они ушиблись, ошиблись, ошиблись То есть, уже стало понятно Что это не вымирание части населения А просто, ну, скажем, если от гриппа умирает Там 50 тысяч человек Это осложнение То здесь 200 То есть, в 4 раза больше Тоже страшно, но уже не так страшно Значит, дальше выяснилось, что больницы Которые освободили для того, чтобы получать Огромное количество больных людей Стоят совершенно пустые И более того, из огромного количества больниц Стали выпихивать, либо вообще увольнять Либо во временный отпуск Отправлять персонал Медперсонал и врачей И медсестер, там, так сказать Дянечек, не знаю, там, сторожей И тому подобное Потому что просто никого нет Никто не приходит в больницы Отменили огромное количество операций Которые должны были делать Чтобы спасать, в общем, людям жизни Отменили сканирование И выяснение Когда каждый месяц В США обнаруживается 150 тысяч онкологических заболеваний Вот, значит Когда их не обнаруживаешь вовремя То люди от этого умирают Когда обнаруживаешь вовремя То у человека есть очень высокий шанс Сделать либо операцию Либо что-то еще и выжить Так вот, за время, что мы сейчас сидим В карантине Не обнаружено 300 тысяч Раковых заболеваний Что привезет Явно совершенно К сопоставимой К возможной Смертности От 200 тысяч человек От коронавируса Но это только рак Сколько людей Которые вовремя Не сделали операцию Поэтому у них Жизнь их будет Значительно более сложнее Болезненнее И раньше кончится Из-за других заболеваний Сколько мы пропустили Сердечных Сосудистых Сколько мы пропустили Желудочных Только в эту сторону Если идти То есть Огромное количество людей Заболеет Или умрет Потому что мы Два месяца Сидим в карантине И врачи И нянечки И бедсестры Безумно боятся Нашего прихода Туда Сбегают И тому подобное Далее Какое количество людей Умерло В возрасте От 75 лет И выше Которые жили По всяким Домам престарелых Или в каких-то Центрах Тому подобное Связанных Либо их болезнями Либо Либо их старостью Они бы прожили Еще какое-то лет Но Скажем Ну Как в Нью-Йорке Например Да Так сказать Губернатор Взял И сделал Распоряжение Что Не сметь Выгонять Наших Стариков И там Отправлять их Обратно в семьи Или как-то Изолировать Тех У которых Обнаружился Коронавирус И не сметь Не принимать Если к вам Будут приходить Люди С коронавирусом Вы не можете Их не принять Бум В течение месяца Умерло 4,5 тысячи Стариков Значит Которым Подселили Больных Коронавирусом Никого Ничего не делали С ними Просто Передавали Вирусы От одного К другому Переносили С помощью Докторов Тех же самых Медсестер Общей кухни И тому подобное 4,5 тысячи Стариков Умерло Которые Должны были Еще жить Я понимаю Что многие Из них Больные Но это же Геноцид Называется В то время Как В штате Флорида В котором Этого Не было Идиотизма А наоборот Сказали Не посещайте Своих стариков Они самые Так сказать Самые Сложные В смысле Подверженные И тому подобное У них Умерло 600 Человек То есть Умерло Те самые Люди Которые Должны Были Умереть В течение Этого Времени А тут 4,5 тысячи При том Что одинаковое Количество Пожилых Людей В этих Домах Во Флориде И в Нью-Йорке Мы Проделывали Фантастические Вещи Мы запрещаем Людям Выходить На пляж Вообще А если Они выходят На пляж На океан На реку На озеро На море Они должны Одевать маску В то время Как нас Всю жизнь Учили Что если У тебя Какая-то проблема Выйди Продышись Поезжай В лес Поезжай На океан Поброди Смех И удовольствие Тоже Это огромный Потенциал Лечения Которое Происходит Ничего Этого Не происходит Нас Рассадили По домам Потому что Боятся Что Не потому что Мы все Заболеем Они не этого Боятся Они боятся Что мы Одновременно Заболеем Потому что Вирус Такая Забавная Штука Пока Ну я бы сказал Все Но это не все Пока Какой-то Определенный Очень большой Процент Населения Не переболеет Этим Вирусом Вирус С нас Не отстанет Все что Мы можем Сделать Это Мы можем Сделать Быстро Переболеть В течение Скажем Полугода Все Как происходит С сезонным Гриппом Либо Мы можем Долго Это делать Количество Тех людей Которые попадут В больницы Количество тех людей Которые умрут Не зависит от того Попали быстро Или попали долго И с этим Мы не боролись Мы боролись Только с тем Чтобы в больнице Одновременно Не попало Много людей К чему Я все это говорю Значит Вот Идея того Что Мы сидим Дома Из-за того Что мы Беспокоимся О здоровье Людей Это Ахинея Это Чушь Значит А закрывать Если закрывать В 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 Людей, которые относятся к группе Высочайшего риска Чтобы вокруг все переболели Получили иммунитет И когда вирус ушел Отпустить этих И дать им возможность общаться Когда так называемый общественный иммунитет Уже существует Больше ничего не надо было делать Но хорошо, сначала перепугались Сначала были нервы Сначала были цифры совершенно неправильные Скандальные, которые не было времени проверять Потому что если кто-то серьезный говорит Что умрет у вас процент населения Это один Два с лишним миллиона человек Ты должен немедленно что-то сделать Это с точки зрения сидения дома Совершенно не нужно сидеть дома Это против здоровья Кроме того Уже на 30% увеличилось количество самоубийств Уже порядка 30-40% Увеличилось количество То, что мы называем семейные Domestic violence То есть в домашних условиях Происходит избиение Домашнее насилие Изнасилование И тогда А сколько людей еще попадут К психотерапевтам И психиатрам И тому подобное Я разговаривал с парой Серьезных психиатров Они говорят Что просто у них уже поток Увеличился намного А сколько еще попадет То есть мы делаем Страшную вещь для своего здоровья Для общего Если только мы говорим о здоровье Мы вот берем Взяли молоток И у нас на колено Села муха И мы взяли И со всей силы Хлопнули эту муху Которая сидела у нас В молотке Мы раздробили К чертову матери Все колено Но зато муху Она правда улетела Но мы ее успели Немножко задеть Этим молотком Вот что происходит С точки зрения здоровья Если есть по этому поводу Какие-то мнения И прочее Выслушаю А потом перейдем К тому что происходит С Ну скажем так С доходом населения От которого зависит И здоровье И жизнь И счастье И тому подобное И рисовое отсутствие И рисовое отсутствие Да Так вот Я бы очень хотел В подтверждение Ваших слов Отдать небольшую статистику Буквально сегодня Было Отправлено письмо Президенту Трампу Которое подписано было Шестьюстами Врачей Именно врачей Где они Умоляют Просят Требуют Открыть Страну И привести В чувство Людей Которых напугали До Ну фактически До смерти Почему Потому что Именно так Как вы сказали Те Несчастья Которые Могут Произойти С людьми Именно из-за того Что они Не успели Поймать Тот или иной Диагноз Они не успели Получить Даже за эти Полтора Два месяца Необходимого Лечения Это будет И приведет К намного Более Чреватым Ситуациям Чем Даже наш Коронавирус Так вот Шестьсот Врачей Подписали Это письмо Сегодня Это просто Я считаю Что это просто Вредительство Я имею ввиду То что Сделал Фаучи То что Сделала Доктор Беркс С нашей Страной С тем Что вообще У нас тут Происходит Хочу напомнить Номер телефона Нашим Радиослушателям Восемьсот Сорок Семь Четыре Ноль Ноль Пять Два Ноль Ноль Если у вас Есть Вопросы Или хотите Обменяться Мнением Пожалуйста Звоните А у нас Еще есть Перед Уходом На рекламу Некоторое Время Поэтому Набирайте Будем Общаться Ну а пока Леон Давайте Наверное Продолжим Тему Вот именно Того Как же Это Повлияло В экономическом Смысле На страну На население Да Я только Хочу сказать Что Задача У врача Мне Фаучи Не нравится И не нравился Никогда С самого начала Но Это не имеет значения Он Специалист Который Не думает И не должен Думать Об экономике А его Задача Это Вылечить Население Что называется Да Я не знаю Может у него Какие-то еще Собственные задачи Есть Не в этом Дело Но Как Специалиста Мы Его Позвали И Берг Тоже Для Того Чтобы Облегчить Нам Прохождение Этой Ситуации На Другом Немножко Примере Я Когда Руковал Компаниями Различными Я много Общался С юристами Когда ты Вызываешь Юриста И ты Ему Показываешь Какой-то Договор Который Должен Подписать То Будь Готов К тому Что Он Тебе Расскажет С чем Ты можешь Жить А что Действительно Надо Просто Выкинуть Из головы И тому Подобное Потому что Если Дать Руки Юристу Прицепляться К договору Его работа Такая Делать Договор Идеальным А он Идеальный Не бывает Вот И он тебе Говорит Для того Чтобы он Стал идеальным Надо сделать Раз Два Три Четыре Восемь Ты берешь Один И семь Которые Ты считаешь Важными И дальше Ты над ними Работаешь То же Самое Специалистами Их задача Скажем Сказать Как сделать Так Чтобы идеально Все вылечилось А вот так Всем рассесться По домам Всем сидеть Всем набрать В рот воды И всем молчать И тогда Все будет прекрасно Теперь Руководство Как мы Ныне сказали Не федеральное А штатов Так получилось Что у нас Штаты отвечают За Открытие Закрытие И тому подобное Что Трампу Сразу напомнили Сказали Что это не твое Большое решение Это может Рекомендовать А это решение Каждого государства Штатное государство Которое входит В союз Так вот Руководители штатов Могли брать Это Могли не брать Могли брать И делать Из этого Сумасшедший дом Как сделало Как вот Ой забыл Штат Мичиган Мичиган Да Как-то Полного абсурда Там губернаторша Или как у нас Когда конную милицию Прислали на пляже В Калифорнии Оранж Каунти Где люди пошли Даже демонстрируется Просто пошли Воздухом дышать Пожилые люди Конная милиция Стали в ряд И теснили их Лошадьмишим Они с пряжей уходили То есть Ну это же надо было Такое придумать А арестовывать женщину За то, что она За то, что она У нее денег дома нету У нее ребенок Плачет Хочет кушать Она позвонила Двум своим клиентам Сказала Хотите Я вас под старику Приходите Они пришли встречаться Кто-то из соседей Донес Приехала полиция Ее арестовали Отвели к судье И судья сказал ей Ты почему открыла Она говорит У меня ребенок плачет Он хуже хочет Деньги кончились Я не знаю что делать Так он говорит А Так ты мне еще говоришь Что ты Немедленно извинись Она говорит За что извинись За то, что ребенка Я хочу докормить Тогда тюрьма И послали ее в тюрьму Леон Прошу прощения У нас есть звонок Давайте попробуем послушать Добрый день Ага Понятно Не дождались Перезвоните Пожалуйста Примем ваш звонок Итак Давайте продолжим Я дам знать Когда появится Вы меня прерываете Да Потому что Диалог он влажен Нужен Люди будут спрашивать вопросы До которых я просто могу Не догадаться Что надо на них Вот как раз у нас есть звонок Давайте послушаем Добрый день Вы в эфире Алло Здравствуйте Леон вы правы Потому что Вот недавно Где-то 2-3 недели Там назад Наш губернатор Кома Нью-Йоркский Разочитал Статистику О умерших В нашем штате И сказал Что 66% Умерших Из 100 Это те лица Которые вообще Не выходили на улицу И не дышали Всех голосом Как бы Вот вы Перечислили Вот И Наши Демократ В нашем штате Всегда его Приводят Пример За то Что он Активно борется С коронавирусом И всегда критикуют Санчес Губернатора Штата Флорида Вот такая у нас Агитация В нашем штате Героев Унижают А паразитов Извеличивают Спасибо Спасибо большое Вот поразительно Что Восприятие Опасности Коронавируса И эпидемии Разделилась По партийному Признаку Это как-то Может быть И все время Меня приводит К мысли Что люди Идут Скажем Условно говоря В демократы И люди Которые идут В консерваторы Левые И правые Условно говоря Даже В значительной степени Потому что Что-то В их характере Что-то В их восприятии Что-то В их В их натуре Предрасполагает Их К Такому Мышленную Секому Я подозреваю Ну и подозреваю Я уверен В этом Что Демократы Идут люди У которых В основном Идет Эмоциональная Оценка Ситуации То есть Они пугаются Они нервничают Не говорите Мне о вашей логике Не говорите Мы все можем умереть Надо все закрыть Одеяло сверху Там Посыпать песком И не высовывать голову Из песка А в консерваторы Идут люди Которые Говорят Жди секундочку Но ведь Если мы сейчас Это сделаем Мы же убьем Промышленность Нам кушать нечего А вы думаете Только о том А я демок Вот Значит Я не хочу сказать Что одни плохие Другие хорошие Просто разные типажи Потому что Не может такого быть Чтобы Вот почему-то Все демократы Кричали Надо закрыть 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 А все республиканцы Говорили Надо открыть 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 Не могу никак взять В голову И думаю Что я попал Что называется По шляпке гвоздя Я тоже так думаю Я тоже так думаю Потому что Интересно Не только Сам факт Открыть Или закрыть А именно Причина По которой Нужно открыть И причина По которой Нужно Держать Это дело Закрытым Так что Да Это интересно Леон У нас остается Буквально Пару минут До Перед тем Мы уйдем На Рекламную паузу Но у нас Есть звонок Давайте попробуем Послушать Добрый день Вы в эфире Добрый день Я хотела Сказать По поводу Вашего комментария Кто как Думает По поводу Эпидемии Я думаю Что разница Между Демократами И республиканцами Состоит в том Что демократы Говорят так Вот приедет Барин Барин нас рассудит А республиканцы У них есть Персональная Так сказать Точка зрения Ответственность И борьба За то Что они считают Правильным И это наверное Лежит в корне Этого Так сказать Мероприятия Что касается Самого вируса Ну я вообще врач И поэтому я это вижу Немножко с другой Точки зрения Действительно Вирус новый И в начале Никто не знал К чему он приведет И какие будут Последствия И в начале Лечили его Неправильно Лечили его Интубациям И всем прочим Сейчас Появилась Какая-то Относительно Научная Информация Какие-то Данные Накопились И Врачи В госпиталях В интенсивных Кэр юнит Они В эмюджинси рум У них уже есть Определенный Пэссуэй Стандарт И они Спасают людей Что нужно Знать Окружающим Всем людям Что нужно Знать Что смертность У этого Вируса В несколько Раз выше Чем смертность От обычного Грифа Что есть Группы риска Которых Нужно Держать В изоляции И защищать Но всем остальным Нужно Принимать Меры Предосторожности И жить Свою жизнь Мы С мужем Поехали Вот Из нашего Любимого Штата Иллиной В Джорджию Получили удовольствие От этой поездки Пошли в ресторан Мы конечно Моем руки Никто там Не носит маски Кроме Обслуживающего Персонала То есть Там все Сделано Разумно Вас Защищают А вы Получаете Удовольствие От жизни И я считаю Что это Правильный Подход К этому делу Спасибо вам Огромное Спасибо Идем На первых А секундочку Еще один вопрос Добрый день Вы в эфире Добрый день Я не врач Конечно Я вчера звонил И все расскажу Если Фало всех этих Врачей Мыть руки Все Посмотрите На Калифорнию На всех этих Бомжей Которые живут На улице Они должны были Умирать И должны были Все вымирать Уже Три месяца назад Как Они все живут Все нормально Не моются Никаких предосторожностей Так что Обещали Зачем нам Мыть руки Принстерегаться Когда Это все Крестнючие Люди Живут И ничего не боятся Спасибо Я очень рекомендую Мыть руки Перед едой Итак Мы уходим На рекламную паузу Ну а потом Конечно же Вернемся И продолжим Наше приятное Общение Итак Возвращаемся К Голосу Здравого Смысла В эфире Леон Вайнштейн Номер телефона В студии 847-400-5200 Леон Ну что Поговорим Немножко Об экономике И об ее отсутствии Леон Алло Алло Леон Вы с нами Да Окей Давайте поговорим Об экономике Или об ее отсутствии Да Договорились Прошу прощения Тут Шумы всякие Происходили В комнате Значит Экономика Значит Что происходит В данный момент И Почему Часть населения Хочет А часть населения Не хочет Открываться Вот давайте Представим себе Что вы До того Пришел коронавирус Были Либо безработным Либо Человеком Который работал На очень Небольшой Зарплате На минимум Так называемый На минимальный 15 В одних местах 8 В других Там разных штатах И тому подобное Что происходит С приходом Коронавируса Значит Вы получаете 100% Этой Своей Зарплаты Плюс В дополнение К этому Вам платят От федералов Еще 600 долларов Каждую неделю То есть В дополнение К зарплате В 2000 долларов Вы еще Получаете 2400 долларов В месяц За то Что у вас Такое неудобство Есть У вас Вы не работаете Давайте Подумаем Вместе Вот Если человеку Говорят Если ты Идешь Работать И вкалываешь Тяжело Работаешь Ты получаешь 2000 А если Ты сидишь Дома Ничего Не делаешь То ты Получаешь 4400 Вот За что Он проголосует Как вы думаете Я подозреваю Что Все Эти люди Будут Хотеть Сидеть Дома И получать 4400 Вместо того Чтобы получать 2-2,5 Не знаю Сколько Получали До того Это первое И таких людей Достаточно много Правильно Теперь люди Которые находились На Безработице И получали Там по всяким Они Если я правильно Понимаю Закон Тоже получают Безработице Плюс по 600 долларов В неделю Дополнительно К этому Я могу тут ошибаться Я не думаю Что тоже Они очень хотят Возвращаться В нормальную жизнь Теперь Есть достаточно Много людей Которые Ну скажем Работали На низких Зарплатах Может не таких Низких Но тем не менее И которые Тоже не очень Стремятся Потому что Им значительно Приятнее Лучше Тому подобное С семьей Находиться дома Даже при том Что надо сидеть дома Ну вот наконец Сделали Какие-то вещи Которые сделали С детьми Там пообщались Там что-то еще Сделали Починили Что-то Собирались Починить И тому подобное Есть огромное Количество Целая прослойка Людей Которые обычно Голосуют За демократов И которые Еще Мы уже говорили Эмоционально Воспринимают Происходящее Которые готовы Взорваться По любому поводу Типа Если ты просто На улице Идешь Там Без маски Да О том О том что Немедленно Надень маску Там Сволочь Иначе Мы там Будем звонить В какие-то Полицейские управления И тому подобное Ну позвонили Они В полицейские управления Дальше что Эмоция Накладывается На нежелание Идти работать Работать Хочет В основном Те люди Которые Во-первых Которые привыкли Работать Которые дуреют Без работы Но те люди Которые И работали И владели Малыми бизнесами Для них Сейчас Просто происходит Вот просто Жуткая Катастрофа И И во время Этого коронавируса И после Коронавируса Понятно что Пол страны Доведено До такой степени Истерики Что они теперь будут Заходить в ресторан Видеть там Что там Слишком много людей Оттуда выпрыгивать Чтобы не дай бог Не находиться На расстоянии Там не знаю Там они придумали Метр они придумали Чего метр Непонятно Если уж так То летит Эта штука Во-первых Ну вот эти капельки Которые мы С ними разговаривая Выплевываем А с возможным вирусом Летит не на метр А на два Вообще-то Так что Метр это просто Бредятина Во-вторых Держится воздух И по-моему Там я не помню Там четыре часа Или сколько там То есть Человек побыл Посидел в ресторане Встал Ушел Ты пришел А оно там еще висит Если уж так Говорим Но дееспособность Вирусов Невероятно Понижается От того Что они Какое-то время Там действительно Сколько я понимаю Я опять не врач Вчера Пришли сообщения Что несколько Проводилось Исследований О том Как в реальной Ситуации Вирус держится Скажем Нам все время Говорили Что приезжай На бензоколонку Обязательно Одевай перчатку Потому что На бензоколонках На этих вот На этих штук Которые ты берешь В руках Там вирусы Они там же Ничего там не держатся Ничего там не живут Они недееспособные Они практически Моментально Теряют всю свою силу Опять Я не врач Я просто читаю Культуритатуру По этому поводу То есть Выясняется Что очень много Вот этой чуши Бредятина было Значит Не выходя на работу Мы убиваем Как свои бизнесы Так и чужие Мы не ходим В магазины Мы не поддерживаем Людей То есть Будет огромное Количество Разорений Банкротств Огромное количество Не может государство От где У него государство Деньги Деньги У государства Только из налогов Что они собирают Государство Может обмануть А именно Они могут пойти Куда-то занять У тех же китайцев Большое количество денег Бросить их к нам Сказать Вот они денежки Пользуйтесь Только мы Занимаемся тем Чтобы либо на себя Либо на своих детей И внуков Накладываем Громные долги Которые надо С большими процентами Выплачивать Либо государство Может пойти Напечатать бумажек Как только Напечатать бумажек Происходит то Что называется Инфляция Когда мол Много бумажных денег Я не буду Сказать Я думаю Что все знают Что такое инфляция Не нужно Объяснять Что это такое То То что у вас Лежало В банке Как Пенсионный фонд Оно Соответственно Начинает уменьшаться Потому что То У вас лежит Там Я не знаю Там 100 тысяч Вы на это могли купить Условно говоря 300 булочек А как только Напечатали много денег Вы уже не 300 булочек А 280 Можете купить То есть деньги Лежат те же самые А покупательная способность Уменьшилась Значит Это мы воруем Воруем сами у себя Значит Вот Мы Что называется Даем тем Кому сейчас Как бы надо Мы держим их дома Но значит Поддерживаем их деньгами Но мы Из другого Нашего кармана Мы вынимаем деньги И так сказать Либо сами Из пенсионных фондов И прочее Либо на наших Детей вешаем Необходимость Все это оплачивать А Кроме того И с моей точки зрения Это одно из самых Главных вещей Это совершенно Дикое наступление На нашу свободу Потому что Я В Америке Я всегда считал И в конституции И в декларации И тому подобной Независимости Написаны вещи Которые мне казались Всегда Основой Американской жизни А именно Что я отвечаю За себя И я могу принимать О себе Решения Которые Повлияют На мою жизнь На жизнь Моей семьи И прочее Пока я не делаю так Чтобы влиять В отрицательную сторону На жизнь других людей Я могу делать Все что я хочу Я не понимаю Почему я не могу Пойти и открыть ресторан Ресторан Или пойти и открыть Магазин Я не знаю Какой там Одежда Если ты захочешь Ты зайдешь Если ты не захочешь Ты не зайдешь Я могу написать На входе В этот магазин Что Уважаемые господа У меня все в масках Без масок Не пускают Тогда люди будут смотреть А не пускают без масок Хорошо А не пускают без масок Плохо И решать сам А на другом написано Там я не знаю Что-то еще Почему мне это запрещают Я не понимаю Потому что Это против всех законов Соединенных Штатов Америки И Конституции нашей Почему Почему мне запрещают Ходить и гулять Там где я хочу Если ты не хочешь там гулять Рядом со мной Не гуляй Это твое дело Это наступление на свободу А я по опыту знаю Что еще пока Ни разу не было Чтобы отнимали свободу А потом ее возвращали Обратно В том же виде В котором она Была раньше До того Потому что Наше начальство Наше руководство Им очень нравится Им легче так руководить Стадом вообще Значительно легче руководить Да еще трусливым стадом Значительно легче руководить Чем собранием Людей У которых есть Каждый Своё мнение Да Их надо убеждать Их надо уговаривать Не надо уговаривать Да Вот ты высказал Свою идею Ты попытался Меня Что называется Убедить В том что ты прав А дальше Если у меня достаточно Мозгов Если у меня достаточно Мозгов Как заработать деньги На жизнь То у меня будет Достаточно мозгов Как эти деньги Что называется Тратить И каким образом Обезопасить себя И свою семью И это не твоё дело Твоё дело Защищать меня От внешнего врага И твоё дело Защищать меня От бандитов Воров И тому подобное Еще помогать мне Судиться с теми С кем я считаю Они неправильно поступили Или они считают Я с ними неправильно поступил И решать Кто прав Вот это функция государства А то что они сейчас делают Они все больше И больше И больше Забирают права Вот они сейчас говорят Особенно в демократических штатах Говорят А сейчас придет Новая волна И что А снова будут Закрывать в домах И не давать Возвращаться Выходить И будет патрулировать полиция А потом они говорят Да Но вы не можете Заходить В ресторан В котором сидят Люди рядом Друг с другом Вы не можете Ходить на концерты Вы не можете Ходить Петь вместе В церковь Вы не можете Там собираться В синагоге И что-то обсуждать Вы не можете Делать свадьбы Вы не можете Хоронить Вы ничего не можете Делать Вы не имеете права Должны сидеть дома И делать Чего вам сказали Немножко Мне это напоминает Другое государство Другую страну Другие обстоятельства И вот с моей точки зрения Надо немедленно Все открывать И говорить людям Есть опасность Наши рекомендации Вот такие А как вы будете Действовать Вы будете действовать Так как считаете Нужно Потому что самое страшное Мы уже выяснили Наши больницы Пустые Пустые Никто Никто Не заполняет Эти больницы Подогнал Трамп подогнал К Нью-Йорку Госпиталь Военный Корабль На 4000 коек 16 коек Было занято Подогнал Такой же корабль 2000 коек В Калифорнию Ни одной Койки Не занято Открыл На 2300 коек В Джарвитс Центр Огромный полевой Госпиталь 56 мест Было занято Сейчас там Никого Нет Ни одного Человека Заказали Огромное количество Вентиляторов Все штаты Кричали Трамп не дал Вентиляторы Где вентиляторы Выяснилось Что они у них Лежат на складах В Нью-Йорке 2000 лежало В это время Они орали Нам Трамп не дал Вентиляторы У нас люди умирают А сейчас Они звонят Друг другу Из штата В штат Говорят Вам не нужны Вентиляторы Мы бы вам продали А так возьмете Нет не возьмем У своих забито А вы не знаете В какой стране Нужны вентиляторы Нам негде их хранить Давайте мы их пошлем В подарок То есть Вот эта бредятина Которая началась Она кончилась Хватит уже Хватит делать Из нас Маленьких детей Которые не понимают Диопасность Мы понимаем Диопасность И каждый Если ты хочешь ходить В маске Да ходи ты хоть в костюме Купи себе Космонавта костюм И ходи в него Если боишься Я не боюсь Я боюсь определенных вещей Я не буду Переходить улицу В неправильном месте Там машины ходят Я не буду Высовываться Из самолета Так сказать Как Высовываться Я не знаю Но я не клянусь Я не буду этого делать Когда он летит Когда стоит Буду высовываться И т.д У меня хватает Своих мозгов А чтобы научить Моих детей Спасибо Я их сам научу Я научу их Как быть людьми Я научу их Как зарабатывать деньги Я научу их Как не подчиняться Государству Когда оно Превышает Свои полномочия И вот у нас Сейчас Государство В виде штатов В части штатов В большинстве Не знаю Кстати Очень интересная Статистика Пришла Значит Что у нас В Соединенных Штатах Америки Как вы знаете Есть 26 штатов Которых Руководят Республиканцы И 24 Которых Руководят Демократы Причем В демократических Штатах Немножко больше Людей живет Там 104 Или 105 Миллионов А в республиканцах 103 миллиона То есть практически Одно и то И вот очень забавно Что Значит На 103 миллиона Республиканских штатов Умерло От коронавируса 9107 человек На вчерашнее утро А в демократических Штатах 70144 человека На вчерашнее Утро Значит 9 тысяч Среди 100 миллионов В республиканских Штатах И 70 тысяч Среди 100 миллионов В демократических Штатах И вот тут Начинаешь думать Интересно Почему Что такое Делалось Или не делалось В республиканских Штатах Чего делалось Или не делалось Демократически И понимаешь Только одну вещь Отношение К тому Как закрывать Или как Открывать Возможность Населению Жить Нормальной Жизнью Точка Да Интересно Именно поэтому Программа Леона Вайнштейна И называется Голос здравого смысла Потому что Когда слушаешь То о чем Говорит Леон Появляется Надежда на то Что все таки Все Будет Беспорядки Если Использовать Вот этот Здравый Смысл В решении Вопросов А в отношении Экономики Вы мне Напомнили Один Сакраментальный Вопрос Раневской Девочка Что ты хочешь Поехать на дачу Или чтоб тебе Оторвали голову И вот Именно Те люди Которые Желают Получать Вот тот Анемплоймент Которым им Подают Ну вот Это Наверное Именно То решение Чтобы Им Оторвали голову Потому что Другого Я просто Не вижу Другой С моей точки Демократы Даже Не такой Вопрос Раневская Более интересный Вопрос Задают Они говорят Ты хочешь Чтобы мы тебе Отрубили Левую руку Или правую ногу Ну да И никакого У тебя выбора Ты что хочешь Всех Переморить Или Ты будешь Сидеть дома Так это и другое Ужасно Да Я не хочу Не всех Переморить Я не хочу Чтобы все Сидели дома Я не хочу Идиотизма Этого Я хочу Свободного Права Выбирать Что я Хочу делать Если только Конечно Я не делаю Плохо Соседу А тогда Можно разбираться Делая это Потому что Не лезь Сосед Ко мне в окно И тогда Ты не будешь Называется Либо Я делаю Это залезая К нему В окно На его территорию Но знаете Я вам скажу Честно Даже вот Такая постановка Вопроса Меня немножко Пугает То есть В каком смысле Если Где Вернее Кто В праве Решить Тем Что я Выхожу На улицу Делаю я Плохо Соседу Или нет Вот Это Наверное Слишком Глубокий Вопрос Для того Чтобы Демократы Могли Как-то На него Ответить Потому что Я например Не понимаю Всегда говорят Нет Все очень просто Извиняюсь Там Где Начинаются Права Мои И наоборот Мои Права Заканчивается Там Где Начинаются Права Соседа Вот Давайте Примем Звонок У нас Есть Звонок Добрый День Вы В эфире Здравствуйте Спасибо Леону За прекрасную Передачу Будьте Любезны Повторите Еще раз Вот эти Данные По Умершим По Демократическим И Республиканским Штатам Спасибо Значит Вообще Количество Умерших На 19 Мая В США Которые Ассоциируют С Коронавирусом То есть COVID-19 Что не означает Что они 100% Умерли От него Просто В то время Как они умерли У них Также Был Коронавирус Но Тем не менее Значит Вот У нас пока Других Данных Нет И нам Их Не дают Я боюсь Что никогда Давать Не будут Но Если брать Только Вот эти Конкретные Данные То В Республиканских Штатах Которых 26 Если я правильно Помню 103 Миллиона Человек Проживает В Демократических Штатах То есть Там Где Руководство Губернатора Руководство Демократическое Проживает 104 Миллиона Человек То есть Одинаковое Количество Правильно Да В Республиканских Штатах Смертей Значит Ассоциированных С коронавирусом На Значит Пятое На Май 19 Было 9107 Это я сейчас Просто Скашу глаза И смотрю На таблицу А А Демократических Штатах Вот На 19 Мая Было 70 144 У нас Еще Количество Было На Всях Территориях Там Сям То Что Называется Территория Звонок Отдаю Предпочтение Радиослушателям Добрый день Вы в эфире Я Немножко Не понял Алифметику Леона В Америке 330 Миллионов Народу Он Насчитал 104 103 Это 207 А Две остальные 130 А Взрослым Извиняюсь Взрослой Популяции 18 И дальше А Понятно Спасибо Я Прошу прощения Не точно Я просто Смолю Левым глазом Кашу На таблицу И не все читаю А то Там много Что написано Я пытался Выбирать Какие-то Самые важные Вещи Да Конечно У нас 330 С небольшим Миллионов Человек Живет В стране Леон У нас есть Буквально Пару минут Скажите Мне пожалуйста Как человеку Который Я не знаю Как у вас В Калифорнии Происходит Ситуация С этими Бездомными Но Вот как Ваш штат Предохраняется Или Предохраняет Бездомных От Заболевания Коронавирусом И работает ли Это Вообще Никак Вообще Ноль Не обращают Ниакого Внимания Они существуют В своем мире Полиция И муниципалитет Там до вода Существуют В своем мире Один другому Не касается Очень похоже Что у них Очень стойкий Иммунитет Потому что Я не слышал Ни об одной Смерти Среди Вот этого Населения А может Они умирают Где-то Таких местах Которых Мы и не знаем Может они и так Умирают И сяк Умирают Разрослось Вот Если Когда было Много движения Много народа И прочее Ты не очень Замечал Этого То сейчас Особенно В первый месяц Когда все сидели Действительно Прятались по домам То Ты вдруг Выезжаешь В Лос-Анджелесе И замечаешь Что огромное Количество площадей Занято Картонками Палатками Людьми Которые Встают Тут же Писывают Капают Измеряются Кушают Пьют Дерутся Общаются Продают Наркотики Вынимают Ножи Подбегают К машинам И начинают На них Выливать Какую-то Краску Или что-то Еще И Совершенно Поразительно Как Руководство Нашего штата Не знаю Как в других Не обращает На этом Вообще Ниакого Внимания Проблема Эта Создалась С моей точки Вернее Около Десяти лет Тому Азат И невероятно Развелась Последние Три-четыре Года Она была В основном Сан-Франциско Единственное Что у нас Из Сан-Франциско Пришло Это губернатор Штата Гебеносом Который Был мэром Сан-Франциско При нем Люди Перестали ходить В Центральный парк Сан-Франциско Одно из самых Приятных Симпатичных Красивых Мест города Потому что Оно все Воняло В испражнениях В струбьях Каких-то Ужас Что там происходило Там даже Проезжать мимо Нельзя было Потому что Бросались на тебя Бездомные Которые Хочется кушать Или заработать Или что-то еще Наркотики не хватает Мешали машинам Ходить Краску лили На стекла То есть люди Перестали даже Заезжать туда Чтобы проехать Мимо него Вот как только Он стал у нас Сначала Лейтенант Губернатор А потом Губернатором У нас все это Распространилось На всю Калифорнию Я не знаю Связано с ним Или просто Совпадение Действительно Не знаю Но это просто Какой-то кошмар Как мы это допустили Как мы Как мы Тратим деньги На что бы то ни было Общественно И когда у нас 70 тысяч человек Живет таким образом В Калифорнии А может уже больше Никто не знает Никто их не считает Почему они там живут Кто это люди Сумасшедшие Или они Бездомные Потому что у них Там Они прекрасные люди Но просто их Выкинула жизнь Из домов Никто ничего не знает Никто ничего не хочет знать Это позор Позор Такой четвертый мир Даже не третьего мира Мы страна Это просто Какой-то ужас Да Но тем не менее Я бы хотел Закончить Нашу программу Все-таки На позитивной ноте Поэтому У нас На носу Замечательный Замечательный Праздник Выходные Memorial Day Не знаю Может быть для кого-то Это не праздник Это Наверное День памяти Больше чем Там праздник Но тем не менее Люди Собираются Отдыхать Люди Собираются Все-таки Немножко Встряхнуться Взбодриться И Поэтому Я желаю Вам Вашей жене Замечательных Выходных Отдохните От отдыха И Обязательно Обязательно Встретимся В следующем Эфире Ну а пока Будьте здоровы Всего вам Хорошего До свидания Лен До свидания Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...